Продолжаю отвечать на вопросы. Следующий вопрос на Карпов Юра. Здравствуйте, Максим. Недавно осталось смотреть ваш канал. Очень нравится работа. Спасибо. Давно интересовал такой вопрос. Во многих американских фильмах очень навязчиво преподносится тему патриотизма. В Владе буквально везде. Там идет ссылочка на Яндекс. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу. Как ко всему относятся американцы? Американцы к этому относятся позитивно. Практически все, что в фильмах показывают, в общем-то говоря, правда. Действительно на День независимости и Владе вешают. У меня же мой пример. Вот в соседнем доме. Там жил местный такой патриот-американец, настоящий белый такой ковбой. К сожалению, он умер от рака полгода назад, но до недавнего времени он прям был очень такой патриот. У него свой флагшток, на котором свой американский флаг, который висит у него 35-65 дней в году. Очень много американцев на свои машины в Владе крепят. Ну, собственно говоря, почему не гордиться своей страной? То есть причин не гордиться нет, потому что и государство как бы нормально относится к гражданам, и не издеваются, как российское правительство. Опять же, много социальных программ. То есть, ну, есть чем гордиться. Очень много, кстати, эмигрантств, которые приезжают в Америку, так называемые неофиты, которые только в Америке закрепились, по-первыхому тоже начинают такой жуткий патриотизм испытывать, и флаги везде вешают, и так далее. Но, понятное дело, что все познается на контрастах. Откуда люди приезжают, оказываются в нормальной среде, естественно, они признают определенную благодарность. То есть, стране, которая их приютила и дает возможность жить и чувствовать себя человеком. Вот, ну, надеюсь, что на ваш вопрос ответил. Так, немного о себе. Так как начал заниматься военной реконструкцией, интересная история, Серпуховский рубеж, это видео Второй мировой войны. Если будет возможность, снимайте вот видео, как музей Первой мировой войны. Юра, меня вообще тема военной истории очень интересует. Я стараюсь еще много читать книжек, вот всяких умных. Опять же, делать какой-то свой анализ, потому что то, что давали нам в школе при СССР, это одна информация, в перестройку была другая информация, при Путине освободители третья информация. Зарубежные источники дают четвертую информацию. То есть, все это надо компилировать, в голове укладывать, чтобы понять, что на самом деле происходит. По возможности, все музеи, связанные с военной тематикой, самолетами, я постараюсь снимать и выкладывать. Можете даже не просить, это я сам сделаю по своей собственной стратегии, потому что мне это интересно. И, соответственно, если я что-то знаю, я смогу что-то рассказать. Так, некий Сергей Байкин. Добрый день, Максим, хотел бы вас спросить в поисковиках, на местных, какие-то там планшеты и так далее. Сергей, я только что выложил видео по поводу моего нового канала доставки, скоростного за неделю до Питера, через Федекс, Федерал Экспресс. Поэтому, если как бы вам еще что-то интересно заказывать, вы со мной свяжетесь, я вам отпишу сейчас еще раз. И, соответственно, вы тогда мне напишите, что вы хотите заказать. Через Skype мы с вами будем договоримся. Идем дальше. Идем дальше. Так, это все мое. Да, я еще нашел несколько интересных сайтов, посвященных резервированию билетов. И, соответственно, я еще про них вам расскажу в ближайшее время. Очень полезные сайты, как резервировать гостиницы, авиабилеты и прочие нюансы. Так, человеку тут пишет Павел Куксов. Павел Куксов. А, по-моему, я тебе уже отвечал, в таком ощущении. Может быть, я старое письмо нашел. Человек интересуется строительными материалами. Сколько стоит брус-доска, терпич, цемент, арматура. И ни много ни мало Павел собирается заняться самостроением. Приехать в Америку, купить участок и, соответственно, самостроиться. Значит, не могу я вам сказать, сколько все это великолепие стоит. Единственное, что я вам рекомендую, залезть на сайт Office Depot. Это аналог, наверное, нашего Оби. Где вы можете посмотреть цены на основные стройматериалы, которые используются в строительстве в США. Это такой сетевой крупный гигант. Он расположен в разных городах. И, в общем, показывает какие-то цены, усредненные на вот эту продукцию. Что касается самостроя, я не занимался самостроем. Единственное, что я знаю, обладаю этой проверенной информацией. Некоторые виды работ вам не позволят сделать, по причине, что их должны делать сертифицированные специалисты. То есть, электрика, газ, сантехника с вентиляцией. Какие-то работы, связанные по основному возведению каркаса, возможно. Может быть, какие-то кровельные работы, где тоже нужно обладать каким-то сертификатом. Основная претензия будет у страховых компаний. Если захотите ваш дом застраховать, придет специальная комиссия. И поинтересуется, где сертификаты тех людей, которые проводили работу. Потому что работают, например, та же электрика и газ. Должны делать строго сертифицированные специалисты, для того, чтобы у вас все не взорвалось. Никакая страховая компания, соответственно, не будет страховать дом, если кто-то самопально делал. То есть, вы мерите с этим очень жестко. Так что, офис с гипом и смотрите расценки. Селиванов Алексей. Я планирую в октябре по ФСШ в Сан-Диего с женой и ребенком 2 года. Для меня важно, какие отели можно было снять на 2 недели по адекватной цене и забронировать из Москвы. В какую фирму обратиться, чтобы взять в аренду авто сразу с аэропорта в Лос-Анджелес на 2-3 недели. Как снять жилье на туристов по годы и больше. Значит, по поводу отелей и автомобилей. Уже выложил для вас прайс-лайн. Значит, и, соответственно, смотрите там. Что касается жилья как туристов на полгода, вам могут предложить контракт. Это минимум полгода, вообще, где-то годовой контракт. Я, по крайней мере, в Омасе, когда мы искали тогда себе апартаменты, очень долго искали возможный вариант, потому что на короткие сроки ценник достаточно высокий. Если вы подписываете годовой контракт с апартаментами, то, конечно, цены будут подешевле. Профитер, надо пользоваться краеглистом для вас. Вот. Тут на себе что-то пишут графические программы. Но это, ладно, это отдельно посмотрю. Это не в рамках ответа на вопросы. Идем дальше. Идем дальше. Так, это все мое. Про провоз домашних животных. Значит, благодарим вас за обращение в посольство США. Это я писал как раз в консульский отдел по поводу провоза домашних животных. И выслали они мне здесь несколько линков. Несколько линков мне выслали. Вот. Я, соответственно, все эти линки в описании этого видео приложу. Вот. Соответственно. Так. Так. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Чистим мусор. Чистим мусор. Так. Еще раз, Юрика, планшеты. Так. Вот. Роман Вязников. Добрый день, Максим. С огромным интересом смотрю ваше видеоблоги о жизни в США. Очень понимаю желание остаться. Я же в Украине ситуация, но отличная Россия. Местами еще хуже. Терпение на пределе. Поговорка «Моя хата с края меня не устраивает». Хотелось бы узнать, как получить туристическую визу с беременной женой. Ведь это, мое мнение, явная миграция. Помогите дать совет на поступить. Моя жена на втором месте беременности. Хотел пройти. Воспутствие всевозможное. Роман, я уже говорил, начинать надо было с виз. Если у вас голый паспорт, вообще без одной визы, шансов у вас ноль, а тем более из Украины. Для того, чтобы проект у вас был более-менее успешным, у вас должно быть и у вас, и у жены, как минимум две шинденские визы и наличие английской визы. Вот тогда вы со своей беременной женой можете спокойно идти в американское посольство. И вполне вероятно, что вам повезет. Без этих осных условий, боюсь, проект провальный. Но можете попробовать. Особо афиширую, что жена беременна не надо. Но если вам зададут вопрос по поводу беременности, я вам рекомендую не врать. А честно сказать, что да, жена беременна, но мы планируем выражать в Украине. И, соответственно, мы обратно вернемся. Вот таким вот образом. Но ни в коем случае не пытаться отмазываться, что жена не беременна. Врать нехорошо. Значит, идем дальше. Ну что, походу у меня по электронной почте. Больше нет у меня. Ага, вот есть. Есть, 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 есть. Михаил Такой Чепишев. Здравствуйте, Зина и Максим. И Елизавета. Нас зовут Михаил Екатерина. Мы молодая семейная пара из Ярославля. В свое время будущее студентом. Мы на мой взгляд побывать в Штатах пару раз. Несколько месяцев по программе Work and Travel. Кстати, хочу сказать. Значит, информация прошла такая, что в этом году для России последний раз будет Work and Travel. потому что сейчас идут сплошные отказы. По крайней мере, вот смотрю информацию по Сибири, Екатеринбург, по-моему, или Новосибирск. Там у них порядка 90% отказов. Связано с тем, что отношения крайне испортились. В этом году студенты, которые уехали по этой программе, приняли участие в какой-то манифестации. Требовали чего-то. Прошлись вместе со всеми демонстрантами. Работали они на фабрике, которая регулярно имела квоты и сотрудничала с ВОЗМИ по трудоустройству студентов, шоколадная фабрика. Но вот эти вот студенты, которые вышли на демонстрацию, все как бы подиспортили. Теперь как бы эта фабрика не заинтересована в наеме студентов. И сказал, ребята, все, до свидания. Вот, так что программа накрывается. А именно тогда и возникло желание пожить в этой стране. Сейчас мы задумывались о ребеночке, как вариант хотим рассмотреть США по понятным причинам. Однако в данный момент у нас больше вопросов, чем ответов и огромный страх, который мешает начать действовать в правильном направлении. После того, как мы начали копать в интернет, мы вдохнулись на ваш видеоблог, почему-то решили написать письмо. Цель которого уточнить, сможете ли вы ответить или постараться ответить на вопросы, по подготовке в США? Если да, то на каких началах это делать? На чистое учебу облуждение или забивать благодарность? Ребят, значит, все, что я делаю на канале, это чисто такой волонтерский проект без оплаты. Если вы хотите что-то пожертвовать на канал, это ваше личное дело. Единственное, что я сейчас ввел такое понятие, как друг канала, такой статус для тех людей, которые хотят со мной прямо с ручником по скайпу переговорить, прямо сейчас и ждать они не могут. Вот хотите получить такой статус, делайте пожертвование. Объясню почему. Потому что 3000 подписчиков, мне с утра телефон, вот этот скайп, он просто мозг выносит сейчас уже напрочь. Раньше было спокойнее, сейчас гарантированно человек 20 дней, со стороны еще не успевая чашку кофе выпить и ложкой помешать, мне же начинает на скайпе дать вопрос, причем что обидно, что люди спрашивают один и тот же вопрос, который я уже разжегал у себя на ресурсе. То есть люди невнимательно читают, невнимательно смотрят. Я не могу физически просто вам ответить. Я бы рад всем помочь, но даже если я буду тратить по 10-15 минут времени на каждого человека, у меня в день на эту деятельность будет уходить как минимум 3-4 часа. Я не смогу заниматься работой, не смогу заниматься своим ребенком и соответственно не смогу зарабатывать денежку. Поэтому поймите это правильно, если вы хотите какой-то мгновенный, срочный, у меня очередной ответ, то есть будьте так добры. А что касается вас, Михаила и Екатерина, вам нужно начать с визы, начать сделать визу, и потом набрать мне в скайп. Я постараюсь с вами пообщаться и дать какие-то рекомендации. Начнись с визы. То есть делайте визу себе, жене, две шинтенские, одна английская. Когда вы все это делаете, переходите ко второй части мармезонского балета, связывайтесь со мной по скайпу, и я дальше вас проконсультирую. Без этих двух виз, без английской визы, разговаривать не о чем. Разговор просто будет пустой. Я просто потрачу и ваше время, и свое, потому что шансы получить американскую визу у вас будут равны нулю. Вот. Прямо сейчас и пишу. Я ответил на ваш вопрос. Смотрите. Новое видео. Ответы на вопросы. Сложение максимума. Все. Надеюсь, надеюсь, что я ответил. Ок. Что же тут у нас? Ребята, вы извините, просто я как бы экспром такой, отвечаю на вопросы. Я никогда не готовлюсь. Я стараюсь на живую нитку все отвечать. Поэтому иногда вот тяну время и смотрю, что у меня тут получается. потому что, короче, вот так. Так, ну что же, походу, 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 здесь у меня я все закончил. Переходим тогда к разделу YouTube. Тут тоже куча вопросов. Здравствуйте. Есть ли опасные насекомые или змеи, которые могут заползти в дом? Бывали такие случаи, пишет Иван Михайлович. Дорогой Иван Михайлович, отвечаем на ваш вопрос. Опасные змеи, конечно, есть, но не в нашем штате. Насекомых в нашем штате тоже нет. Как сообщают компетентные граждане, в Нью-Йорке иногда есть клопы и тараканы. Но это касается отдельных домов, где уровень санитарии ниже унитаза, потому что вместе с эмигрантами из других дорогих стран экзотических, вместе с этими эмигрантами в эмиграцию пускаются их домашние насекомые. Поэтому в Нью-Йорке такое вот есть. Что касается клопов и тараканов, это зафиксировано в случае. А где их нету, этих вот клопов и тараканов? Вот. Говорят, вот, люди тоже компетентные, в Южных Штатах крокодилы, вот, аллигаторы во Флориде вот тоже шарятся, ползают, змей тоже какие-то есть. Да, естественно, эти всякие гремущие змеи из пустыни еще тоже шарятся. Вот. А вот в нормальных местах, кроме енотов, скунсов, сусликов, Зайцев, этих, как их, нехарьки, а эти, господи, эти, гранд-ходи, сурки, вон, сурков, вот, их нету. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил, Иван Михайлович. Вот, подписывайтесь на канал. Смотрим дальше. Порше. Так, значит, пишет Егоркин, 10, Nissan Skyline надерг бы задницу в Порше. Ага, ага, ага. Ты двигатель вообще видел этого аппарата? Так, между прочим, посмотрите технические характеристики. Вот, сегодня вечером, сегодня вечером, я увижу, как этот Порше всех сделает. Так что, Skyline просто отдыхает. Это не серьезно даже разговаривать. Макс Зверь пишет, а что входит в 50 баксов, все так не понял, оплачивали доставку от вас, а потом до России смоет стоимость девайса. Короче, ситуация такова. 50 баксов, это мой минимальный тариф по обработке ваших заказов, если вы хотите, чтобы я ваш девайс получил, и тупо его куда-то отнес на почту в Мист или там в Украин-экспресс или еще что-то. То есть, вот это мои комиссионы, минимальные, связанные с тем, что, помните, что с одним вашим там наладонником, накарманником, там, не знаю, ноутбуком мне придется бегать часа два времени, тратить своего времени. И ровно такое же время я бегал бы с нормальной посылкой. Поэтому, что просто отсечь людей несерьезно, которые хотят купить маленький шнурочек, загрузить мне на целый день работы, я установил так 50 долларов за девайс. Хотите со мной пообщаться более детально на тему, ищите мой контакт скайп, и уже конкретно, вот если вы четко хотите что-то купить, мы с вами разговариваем, чтобы вы мое время не тратили, а я ваше. Надеюсь на взаимопонимание. Идем дальше. Так. Как получить наличность с PayPal? Здравствуйте, Максим, если вам нетрудно, напишите, расскажите, как я могу получить наличность из кошелька, привязанную к карту. Я в этом деле новичок, а видео подробнее не нашел. Очень интересный ник Lomaster Master. Значит, с PayPal вот какая штука. Если вы живете в России, вы можете открыть PayPal, но при этом он работает на стороннем порядке. То есть, грубо говоря, бафки вы отправлять из России за товар можете, назад получать бафки на PayPal не можете. Почему это так? Такая политика компании. По слухам говорят, какой-то бывший русофоб, который значит, вот так вот эти правила сделал. Насколько это верно, я не знаю, но в интернете по крайней мере такой был юмористическое объяснение. Почему такая вот позиция. Сейчас вышли новые девайсы, я уже один девайс такой заказал и вам его продемонстрирую в ближайшее время. Это, скажем так, прорыв, прорыв в области денежных отношений. Такая маленькая коробочка вы засовываете в разъемчик своего сотового телефона на Android или в iPhone, закачиваете специальное обеспечение программное, засовываете вы его в дырочку для наушников и проводите слип-карточки, делайте свои пластиковые и можете свои пластиковые карточки где-нибудь куда угодно отсылать. Причем, есть эти комбинируемые устройства для проведения оплаты через PayPal. То есть, карточку слипанули и можете сразу себе на PayPal денежки дропнуть. Я такое устройство уже заказал пару дней назад, жду, как только получу, сделаю тест, посмотрю, как денежку с пластиком можно в Россию перегнать или просто с карточки на карточки кинуть разных банков. И если устройство полезно, то буду вам его рекламировать. Надеюсь, что рассказал. Так с PayPal вы ничего не сделаете, только единственный способ купить что-то и перегнать в Россию и, соответственно, из товара перевести в деньги. Так, значит, сумеречный гость. Такое серьезное послание. Здравствуйте, Максим, мне нравится ваш канал, хотел бы пожелать ему дальнейшего развития, дальнейших успехов, удачи, а также задавать несколько важных вопросов. Инфляция. Какая на США официальная по вашим личным ощущениям? Насколько поднялась цена за время вашего пребывания в США продукции электронной коммунальной услуги? Ну, как я могу сказать? Вот я здесь живу где-то, ну, полтора года приблизительно, Значит, но я не вижу инфляции здесь. Цены на бензин меняются практически каждую неделю, то выше, то ниже, то есть продукты сколько стоили в том году, столько они и стоят. Электроника сколько стоила, столько стоит. Естественно, появляются новые модели, старые модели распродают по дешевке. Единственное, что мне немножко подняли коммунальную оплату, это было связано с тем, что у меня был договор с моим арендатором, то есть первый год у меня по льготному тарифу все это делал, сейчас немножко тариф поднял, потому что как бы мы уже на ночь немножко встаем и все в порядке у нас. Соответственно, немножко тариф подняли. А так у других людей никаких нет вот этих вот инфляционных процессов. По телевизору говорят, Dow Jones повышается, а цена на золото почему-то падает. Соответственно, прогнозировали на конец года скачок цены за унцию до 2000 долларов, а она сейчас рухнула ниже 1300. Опять же, я смотрел буквально две недели назад вот этот канал, где шли эти рейтинги. Поэтому как бы вы сами посмотрите сейчас. Ну, секундочку. Вообще, времечко, то у меня есть. Посмотрим на счетчик, сколько там еще осталось. Так, так что, что касается американцами, у меня просто только-только сейчас начинаем заводиться американскими знакомыми, с этими рейсерами познакомился один человек электронной сигареты ведет серьезный блок, тестер такой, вот, с ними переписывать, но пока мы не вышли на эти дружеские отношения, чтобы мучить вопросами за инфляцию. Экология. Правда ли, что в США качество воздуха и водопроводной воды значительно лучше, чем в России, по личным ощущениям? Есть ли в США и водопроводной неблагопроводной неблагопроводной зоны? Да, экология, конечно, здесь совершенно другая. Мы сейчас живем в штате, где вообще нет никаких серьезных тяжелых производств. В Москве у меня постоянно был какой-то кашель, всякая-то нездоровая фигня, вообще плохо себя чувствовал. Нехватка какая-то воздуха, кислорода, загазованность. Здесь нормально. Ну, кстати говоря, мы с открытыми окнами спим постоянно, даже зимой, поэтому чувствую себя замечательно. Вода из водопровода, конечно, другая по вкусу, чем в России, просто другая. Ну, из воды, из водопровода здесь в штате можно воду пить, они чистят хорошо, проблем с этим нету. Ну, за то, что здесь экология полный порядок, говорит о том, что здесь огромное количество животных, просто вводятся в городской черте и олени бегают здесь, и индейские бегают, то есть эти скунсы бегают, и еноты бегают, кого из тупни бегают. То есть с экологией в Америке полнейший порядок. А что касается неблагоприятных зон, наверняка есть какие-то серьезные добывающие предприятия, которые там все это серят, засирают. Конечно, тут нормы более жесткие, чем в России и в Европе. Скорее всего, выбросы гораздо меньше. Но я просто не обладаю этой информацией, то есть где эти зоны находятся, что с ними, не знаю сейчас. Сейчас как бы 2000-й год, с экологией здесь в Америке очень так жестко борются, то есть за экологию. В случае, если ты нарушаешь, штрафов пишут такие, что вам не горюй. Третий вопрос, финансы. По вашему мнению, сколько нужно денег на человек в месяц, чтобы не беречь голоду, и можно было снимать маленькую квартиру на одного человека? минимум 1600-1500. Это уже проверено калькуляциями. Мы собирали несколько месяцев счета ради интереса, чтобы вывести минимальную сумму трат, что получается. Это уже озвучено на канале, потому что одно дело, когда люди приезжают с большим запасом денег, они как бы не стеснены средству. Нам было интересно поставить такой эксперимент, если бы человек приехал, у которого с деньгами серьезно напряг, какая сумма денег ему потребовало, чтобы просто только выживать, чтобы, грубо говоря, покупать самый минимум. Но это где-то полторашка получается. Самый-самый минимум. иметь откуда-то эти деньги, чтобы жить в Америке и не тужить. Причем во всех формах пишут low income это 1600-1900 долларов. Это low income на одного человека. А в так в принципе за полторашку можно вдвоем протянуть. закон если в США коррупция и какое наказание за коррупцию. Я уже уставал от нее в России. Скорее всего коррупция есть. Есть коррупция, но коррупция есть немножко другие формы. Такие уродливые как в России наверняка есть какие-то коррупционные интересы крупных корпораций, наверняка есть какие-то крупные тоже темы с этой коррупцией. Но на таком бытовом уровне коррупции как ты приходишь к чиновнику, а он тебя коррумпирует прямо идешь в ментовку и там тебя тоже коррумпируют. И в булочную идешь и там тебя коррумпируют. И водопроводчика вызвал он тоже коррупционер. Такой конечно не здоров ни нету. Так что я сам с коррупцией не сталкивался. Параз был в полицейском участке по нарушению дорожного у меня там было дорожное нарушение. Соответственно один раз на улице меня там как бы останавливали из-за того что там была проблема с номерными знаками которыми неправильно выдали же. То есть у меня к американской полиции вопросов нет. Нормальные ребята делают свою работу. То есть грубо говоря меня все абсолютно устраивает. Респект и уважуха за то что порядок обеспечивают и можно ночью ходить не боясь что борте дадут. Может конечно какие-то районы есть неблагополучные но как бы я про это не знаю. человек смех но и гонщик чего смеха смечно и гонщик слушай товарищ ты бы сделал бы сегодня попроще так же хрен прочтешь значит добрый день есть пару вопросов хочу проехать в США на 3 недели в год и через несколько лет переехать хотел бы узнать как дешево